вот мне так проще всего всем привет с вами онлайн синг и сегодня мы поговорим про штробас что это такое с чем его едят и куда его вообще добавлять а перед этим подписывайтесь на канал ставьте лайки мне будет очень очень приятно и начинаем ну штука очень интересная ты можешь разнообразить свой вокал ты можешь приукрасить свой тембр добавить какую-то фишечку элементарный пример допустим если у вас есть фраза которая звучит она вроде ровная красивая но что-то в ней не хватает можно допустим добавить в самом начале легкое скрипение это и есть штробас и получится вместо будет просто главное сделать это достаточно быстро но это уже нужно натренировать и получается атака на слово с этим скрежетом и эксченджен я сделал с вот этим треском как его найти это не единственное кстати его применение как найти представьте что вы заводите мотор и звук такой очень нехарактерный для обычного голоса потому что в штробасе голосовые связки работают на пониженных оборотах и поэтому не нужно туда ввалить всю мощь своего голоса и пытаться из сделать какой-то штробас тут нужно больше расслабиться и попытаться сломать голос то есть мы берем низкую ноту не прям крайне низкую главное чтобы она была свободная допустим для меня удобная нота это далее мы начинаем ее как будто чуть-чуть простановать и ломать если у вас получилось спуститься так ровно это отлично значит вы быстро научитесь штробасу если нет то ищите треск в голосе в этой нижней ноте когда вы стараетесь сломать вот этот вот обычный голос можно еще делать это на мычание и вы постепенно пройдете в штробас там бывают разные абсолютно шумы тут самое главное пойти за шумом и тогда штробас прозвучит хорошо не сразу но постепенно постепенно если штробас стараться сразу прямо давить то он может вообще не выйти абсолютно тут нужно найти такое мелкое пульсированное звучание вот этот вот треск именно и даже если его мало то это более правильно чем если какие-то другие сторонние шумы это уже в сторону может быть даже дисторшина и драйва ну в общем еще один пример когда это сломается не так ровно а с треском уже с вот этим сторонним шумом слышали там был некий переход голос сломался и потом он все таки спустился вниз если вам удобнее делать это намочение отлично либо на какую-то гласную смотрите как получается именно у вас далее мы тренируем эту штуку у нас она получается открываем ее пробуем на разные гласные возможно попробуем так поговорить но это не у всех получается хорошо так что смотрите сами можно поначалу зажиматься в штробасе когда вы им говорите но имейте ввиду что нужно совсем абсолютно расслаблено это делать и не акцентироваться сильно на согласных иначе ты дашь согласную и совсем перейдешь в обычный голос ну так вот и мы потом этот штробас отрабатываем уже какой-то конкретной нотки у нас есть штробасовая нота и обычная в нашем диапазоне штробасовая и нам нужно их съедить и мы учимся делать это очень быстро далее это можно будет добавлять во фразу и не многие это заметят но очень многие почувствуют что ваше пение какой-то такой более интересненькое чем вот у того кто просто и все а у вас вот еще другая штука вы можете этот штробас перенести полностью в голос добавить но при условии что у вас хорошая координация в этом можно пойти от того что мы его долго тренируем а можно просто попытаться сделать голос более таким скрипучим и пример опять же на страдешься на сегодня это наша песня а теперь на всем протяжении моего тембра я добавлю штробас он становится более такой как будто немножко натянутый даже я бы сказал со стоном и появляется характерное ну такое более скомпрессированное звучание это прикольно это еще один оттенок вашем голосе который можно и нужно обязательно добавлять в принципе штробас хорошая штука если вам нужно расслабить голоса вы долго много пели и вы пробуете сделать этот звук постепенно расслабляете голосовые связки я если честно я применяю штробас в основном для теста того на каком уровне напетости , находится мой голос то есть я понимаю если у меня штробас фонирует хорошо значит сегодня с голосом все хорошо ну конечно бывают дни когда ты болеешь и штробас становится чуть ли не основным голосом и ты постоянно так говоришь говоришь и ты не можешь вернуться свой обычный диапазон а это уже связано с тем что все у вас воспалено заложено там нет места мало все большое короче и штробас получается сам уже по себе и так быстро подытожим то есть мы можем применить штробас в начале фразы в начале слова либо распространить на весь ваш тембр чтобы тембр докрасился новой интересной краской и получить мы его можем посредством того что можем сломать наш голос находясь в нижней части удобного диапазона и постепенно его расслабляя либо делая более таким грустненьким и он постепенно сломается все мы в штробасе второй вариант если вы когда-то еще в детстве пробовали делать а то это все абсолютно правильно и 3 пробуйте помните этот звук за счет того что у вас уже есть это в ушах то есть это звук скрипучий двери скрип в какого-то стула как дерево скрипит как костер трещит это все тоже может помочь моя личная ассоциация это завод мотора вот вот мне так проще всего есть еще такие ребята которые долго-долго практикуют штробас и они делают из этого штробаса уже полноценные нижние ноты то есть это суп гармоническая техника но на это нужно потратить очень много времени и очень любить нижние ноты так что если у вас есть это время и желание попробуйте интересные штуки можно брать просто как вас профунду будете но конечно нам придется года три потратить минимум еще такое используют дикторы у них очень много в голосе штробаса заметьте что вот такие глаза они обычно говорят нам по радио в новостях и у них вот этот тембр очень такой приятный объемный все-таки эта часть штробаса то есть это чисто дикторская штука и вопрос как ее применить я лично применяю так что добавляю это в всякий поп песни либо джаз-блюз песни мне там это нравится больше всего цель сделать себе супер низкий диапазон я не ставлю моя главная цель в использовании штробаса это расслабление голоса я понимаю что сегодня он работает хорошо подписывайтесь на канал ставьте лайки всем спасибо за просмотр пишите в комментариях о чем вы хотели бы еще услышать в моих видео но я в любом случае сейчас буду записывать абсолютно разные видео про техники дальше у нас будет субтон ретал микс грудное пение всякие белтинги так что подписывайтесь и мы будем хорошо все вместе петь всем спасибо и пока пока